Всем привет! Меня зовут Николай, и сегодня я расскажу вам про использование модели CatBoost в ClickHouse. Ну, сначала расскажу немножко про то, как устроен ClickHouse, совсем несколько слов. Вот, давайте посмотрим. ClickHouse — это аналитическая распределенная СУБД. Она столбцовая и с открытым исходным кодом. Ну, вот, наверное, самое интересное слово здесь — это столбцовая. И что же оно значит? Ну, вот как хранятся данные в обычных базах? Они хранятся построчно, записаны в файл как-то подряд. Что же это значит? Это значит, что если нам нужно прочитать данные всего лишь для одного значения, мы вынуждены читать целую строчку. Это происходит из-за особенностей жесткого диска. Просто невозможно прочитать, во-первых, один байт, а, во-вторых, случайное чтение стоит гораздо дороже, чем последовательное. В итоге мы читаем много лишних данных. Вот в ClickHouse все устроено совсем не так. ClickHouse хранит данные по столбцам, и значит, когда мы должны прочитать всего лишь один признак, одну колонку, мы читаем ровно один файл, и это делается все гораздо быстрее. Вот прям ровно так, как изображено на рисунке, на слайде. Дополнительно ClickHouse сжимает данные, и то, что мы храним данные по столбцам, дает нам преимущество. Данные получаются более отродные, и они лучше сжимаются. А сжатие нам тоже, с одной стороны, экономит место на диске, а с другой стороны, позволяет выполнять запросы быстрее во многих сценариях. Так вот, насколько же быстрый ClickHouse? Ну вот мы приводили различные тестирования по скорости внутри компании, но я о них не буду рассказывать, я лучше покажу тестирование людей со стороны. Вот на графике есть результаты сравнения ClickHouse со Spark и MariaDB. Это первый слайд, а второй слайд — это сравнение ClickHouse с базой данных Redshift Амазона. Ну вот видно, что ClickHouse почти на всех запросах работает просто в разы быстрее. Хотя данные на самом деле, база на самом деле похожа по структуре, они тоже столбцовые. Так вот, еще немножко расскажу про особенности ClickHouse. Вот некоторые из них мы уже обсуждали, но стоит упомянуть, что ClickHouse поддерживает SQL синтаксис. Это не честный SQL, это диалект, но также в ClickHouse есть возможность использовать специальные функции, такие как работа с массивами, встроенные в структуре данных, или функции, специфичные для работы с урлами. Также стоит сказать, что вставка в ClickHouse тоже переходит быстро, а именно, как только мы вставили данные, мы сразу же с ними можем работать. То есть у нас получается работа в онлайне не только для запросов, но и для вставок. Ну и также, говоря про слово «распетленное», нужно сказать, что ClickHouse может работать как на ноутбуке, скажем, на вашем, так и прекрасно себя чувствует на сотнях серверах, в Яндекс.Метрике, например. Теперь давайте перейдем ко второй части. Мы будем использовать некоторую вспомогательную задачу, а именно предсказание вероятности покупки. Ну вот в чем же она заключается? Ну, задача довольно простая. Допустим, у нас есть магазин какой-то, а точнее данные из него. Ну вот хотим как-то извлечь пользу из этих данных, узнать больше информации о пользователях. Ну и конкретно можно было бы считать вероятность покупки, что-то дальше с ней делать. Вот что с ней делать я особо подробно рассказывать не буду, скажу только пример. Например, можно разделить пользователей на две категории. Например, хороших пользователей с большой вероятностью, ну и не очень хороших. Потому что хорошим показывать больше рекламы, не очень хорошим меньше. И экономить рекламе или получать больше конверсии. Ну вот посмотрим на рабочий процесс. Он очень простой. Я думаю, всем вам знаком. Всего три этапа. Первый — это работа с признаками, сбор данных и получение выборки. Второй этап непосредственно обучение модели и оценка ее качества. Ну и последний — это использование модели в предакшене. Итак, идем к первой части. Откуда же брать данные? Ну вот данные можно брать из Яндекс.Метрики. В Яндекс.Метрики данные хранятся внутри кликхауса. И мы тоже будем использовать кликхаус, конечно же. Но вот нужно понимать, что данные, которые мы брали, мы брали их с использованием логс-апи-метрики. То есть мы представляли себя внешним пользователем и загружали данные с помощью того, что доступно внешним людям. Какие же данные мы могли получить? Ну, во-первых, это информация о просмотренных пользователям страницах. Какие товары видел, что он посещал. Также это состояние корзины пользователя и какие покупки он вообще делал до этого. Ну и последнее — это просто устройство, с которым пользователь заходил, например, тип браузера, десктоп или мобильный клиент. Ну вот то, что мы храним данные в кликхаусе, дает нам преимущество. Конкретно в том, что мы можем посчитать практически любые признаки, которые можем придумать, так как кликхаус хранит данные в негрегированном виде. Вот на слайде есть пример. Это вычисление средней длительности сессии. Пример имеет несколько особенностей. И первая особенность — это отсечение по датам. Вот мы использовали старт и энддейт. И кликхаус с этим эффективно работает. Он не будет читать то, что мы не запросили. Также мы использовали сабсэмплинг. Мы сказали, что будем читать десятую часть данных. И опять же кликхаус делает это эффективно. Он выбрасывает ненужные данные сразу после прочтения данных дисков. Далее упомяну про обучение моделей. Про него я совсем ничего рассказывать не буду. Просто перечислю, какие же классификаторы мы использовали. Ну и потом чуть подробнее расскажу про время их использования в кликхаусе. А дальше возникает вопрос. У нас есть обученная модель. Она выдает нам хорошее качество. Как же теперь нам ее внедрять? Ну вот казалось бы, с одной стороны, это вопрос очень простой. Давайте делать просто. Ну вот каждый понедельник будем выгружать из кликхауса данные за предыдущий месяц. Запускать наши питоновские скрипты, получать вероятность покупки. И загружать их обратно, ну скажем, в ту же таблицу кликхауса. Вот. И это все на самом деле хорошо работает. Просто эффективно написано, но возникают некоторые недостатки. Ну вот первый недостаток — это то, что данные должны выгружаться. И это, конечно, может тормозить. Но причем тормозить не внутри кликхауса, а внутри, скорее всего, ваших питонскриптов. Вот. Второй недостаток — это то, что мы готовим ответы заранее. Поэтому, например, если мы считали вероятность покупки с понедельника по воскресенье, мы не можем это просто узнать для вероятности со среды по четверг, например. Или за прошлый год. Но вот один из способов, как можно это решить, — это что сделать. Посмотреть на нашу модель внимательно. Ведь модель устроена как-то довольно просто. Это какие-то операции сложения, умножения, условные переходы. Вот давайте возьмем и запишем нашу модель в виде запресса к кликхаусу. И мы сразу избавились от наших недостатков. Во-первых, мы не используем выгрузку данных. А во-вторых, можем поставить любые даты, и все будет работать. Конечно, возникает вопрос, какие алгоритмы машинного обучения можно так использовать. Но вот самое первое, которое приходит на ум, — это использование линейных классификаторов. Я не буду вас спрашивать, знаете ли вы, что такое линейный классификатор. Думаю, что знаете. Просто напомню, что для его применения нужно перемножить в векторе весов на значение признаков и сравнить с каким-то пророком. Но вот для примера я обучил на нашей выборке логистическую регрессию и получил качество LGLOSS 0.041. Далее я проверил, насколько это быстро работает в кликхаусе, написал запресс, и он это работает на меньше, чем за полсекунды. Вот, ну, довольно неплохой результат. Но если у нас что-то сложнее, чем линейная модель, ну вот, например, деревья. Ну, их тоже можно написать в виде запресса к кликхаусу. Что я сделал? Я взял какую-то выборку, ну, не какую-то выборку, а ирисов. И эта выборка хороша тем, что для нее можно обучить очень маленькое дерево под глубиной 2. У него получается ошибка меньше 5%. И вот если вам тоже так повезло, что у вас хорошая выборка, вы можете использовать маленькое дерево, ну, можно написать запресс в виде, условно говоря, двух функций выбора, двух ивов. И все тоже будет работать. Но если у вас что-то сложнее, чем деревья, там, ингредиентный бустинг, например, или лес, ну, нужно просто посчитать сумму или среднюю. Соответственно, я тоже протестировал это для маленького леса. 100 деревьев в глубине 3. В итоге получил качество даже хуже, и работает он в кликхаусе 2,5 секунды. Но вот на самом деле не все так плохо. Если бы я обучал больше деревьев, то качество было бы лучше. Но почему я так не делал? А вот почему. На слайде виден пример, как выглядит этот маленький лес на 100 деревьев. Ну, причем не вес леса, только его третья часть. Не знаю, как вам со стороны, но мне видно, что это очень похоже на лес. А также, если сделать запресс еще больше, то кликхаус начинает просто термозить на парсинге. Ну и, конечно, мы получили дополнительные недостатки. Помимо того, что запресс очень длинный, мы вынуждены, во-первых, его придумывать, а во-вторых, это может медленно работать в самой базе данных. К примеру, вот для деревьев, для того, чтобы применить их кликхаус, вынуждены считать значения в каждом узле дерева. И это неэффективно, ведь мы могли бы посчитать значения только на пути от корня к листу. Ну, и, конечно, возникает проблема с производительностью. Что-то может термозить, что-то неэффективно работать. Но вот на самом деле можно понять, что это не то, что мы хотим, а хотели бы мы более простые вещи. Мы хотели бы сказать базе, что давай ты сама будешь разбираться с тем, как применять модель. Мы просто скажем тебе, что вот здесь лежит библиотека машинного обучения, а ты мне дай просто функции модуль Evaluate, в которой мы передадим список наших признаков. Ну и вот такой подход, во-первых, обладает всеми преимуществами предыдущего, а во-вторых, перекладывает всю работу на базу данных. И всего есть, ну, один маленький недостаток — то, что ваша база должна поддерживать применение данных моделей. Но вот в кликхаусе мы это реализовали для катбуста. И, конечно же, я это протестировал. И вот получил наилучшее качество, потому что я обучал. И также время обучения не очень большое, ну, всего 4 секунды. Это сравнимо хорошо по сравнению с деревом глубины 3, с лесом, из 100 деревьев глубины 3. Ну, хорошо. В итоге покажу я табличку с результатами. Что можно видеть? Ну, вот если вам важна скорость работы, скорость применения алгоритма, не так важное качество, ну, в данном случае можно использовать логистическую регрессию. Это все будет быстро работать. Если же вам важны качества, то обучайте катбуст и используйте его. Ну, и перейдем к последней части. Это про то, как же все-таки использовать катбуст в кликхаусе. Нужно сделать несколько действий довольно простых. Первое — это описать конфигурацию модели. Это всего 4 строчки значимых. Значит, тип модели. Сейчас это катбуст. Когда-нибудь мы, возможно, добавим новое. Далее — это имя модели, которое будет использоваться как параметры функции module evaluate. Также — это расположение вашей обученной модели на файловой системе. Ну, и последнее — это время обновления. Здесь стоит 0, значит, мы не будем перечитывать модель с диска. Если бы стояло 5, то перечитывали бы каждые 5 секунд. Далее нужно сказать кликхаусу, конечно же, где лежит ваш файл с конфигурацией. Это нижний параметр на слайде. Вот там используется звездочка. Это значит, что все файлы, которые подходят под эту маску, будут загружены. А также нужно сказать кликхаусу, где лежит сама библиотека машинного обучения, а именно модуль оберудки для катбуста. Ну и все. Когда мы это указали, у нас получается возможность использовать функцию module evaluate, которая как раз принимает первым аргументом имя модели из конфигурационного файла, а остальным — наши признаки. Причем нужно указывать сначала числовые признаки, а затем категориальные. Но не беспокойтесь, если вы что-то перепутаете. Во-первых, кликхаус скажет вам, что у вас ошибка. А во-вторых, вы можете протестировать качество и понять, что все не так, как вы думали. Вот для того, чтобы можно было удобнее тестировать, мы также добавили поддержку чтения из полуданных катбуста. Вот что такое полуданных катбуста. Ну вот если бы вы работали, наверное, кто-то из вас работал с катбустом из консоли, вместо того, чтобы работать с ним из Python или из R, тогда вам пришлось бы использовать специальный формат описания вашей выборки. Ну, формат довольно простой. Это всего два файла. Первый файл — это описание наших признаков. Вот эта свэшка с тремя колонками, конкретно номер признака, тип вичи категориальный, либо числовая, либо таргет, скажем, и дополнительные параметры имени опциональные. Ну и второй файл — это сами данные, тоже тсвэшка. Ну вот как раз в флигхаусе мы добавили табличную функцию катбуст-пул, которая принимает эти два файла как аргумента. Возвращает она специальную таблицу типа файл, временную, из которой можно читать данные. Вот давайте посмотрим на пример. Я создал такой маленький катбуст-пул всего из трех значений, два признака и таргет. Вот посмотрим, что лежит в нашем катбуст-пуле. Ну вот видно, что здесь пять строчек, из них два — это признаки, один — это таргет, и дополнительно два алиаса. Также можно заметить, что у нас применялись местами числовая и категориальная фичи. Это, опять же, сделано для удобства, чтобы можно было подавать параметры в функцию apply-модуль в нужном порядке. Также, если мы сделаем describe того, что выдаст нам запрос в селик-звездочка, то мы увидим, что значений стало меньше, а именно остались всего лишь два признака, опять же, в нужном порядке. Это снова сделано для того, чтобы можно было удобно использовать катбуст-пул, а именно передавать звездочку в качестве остальных аргументов функции модуль evaluate. Ну вот давайте попробуем что-нибудь применить. Ну, во-первых, посчитаем вероятность покупки непосредственно. Что мы будем использовать? Во-первых, мы будем считать из катбуст-пула. Далее будем использовать функцию модуль evaluate и как раз будем передавать ей звездочку вторым аргументам. Ну и последняя строчка, на самом деле третья, это применение сигмоида. Хорошо, давайте теперь немножко сложим запрос, а именно посчитаем качество. Ну вот напишем предыдущий запрос как под запрос кликхаусу, и всего на самом деле мы добавили две значимые строчки. Это подсчет метрики log loss. Вот посчитали среднее, получили значение ровно из таблицы. Также меня заинтересовало, насколько такой запрос в принципе быстро работает. И вот я привел небольшие тесты, получил такую табличку, такой график. Войдем три столбца. Соответственно, средний столбец — это насколько быстро работает сам катбуст на нашей выборке. А слева и справа — это работа с кликхаусом. Причем слева — это чтение из таблицы, а справа — чтение из катбуст-пула. Ну вот видно, что, во-первых, столбцы почти одинаковые, то есть разницы практически нет. Но чтение из таблицы кликхаус работает чуть-чуть быстрее. Это, видимо, из-за того, что кликхаус зажимает данные, и мы не тратим лишнее время на чтение из файла. А катбуст-пул как раз не сжимает, поэтому мы тратим время на чтение, а еще мы тратим время на транспонирование признаков. Поэтому получается немножко быстрее. Но все же катбуст-пул удобно использовать для тестов. Ну хорошо, давайте теперь проведем итоги. Что же в итоге мы сделали? Мы добавили интеграцию в кликхаус с катбустом. Заключается она в том, что мы можем переменять наши обученные модели, с одной стороны, а с другой стороны использовать катбуст-пул и читать из него данные, что довольно удобно для тестирования. В планах у нас добавить применение каких-нибудь других моделей, а также под вопросом стоит задача обучения внутри базы данных. Но пока мы не решили, делать ли его. Но если будет много запросов, то мы над этим серьезно подумаем. На последнем слайде я также перечислил наши контакты. Вкратце расскажу, что у нас есть группы в Телеграме, в которые мы активно отвечаем. Также у нас есть гитхаб, конечно же. Есть почтовая рассылка. Если возникают вопросы, можете присылать это либо на почту, либо в Телеграм, либо в Google группу. И всем спасибо за внимание. Готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо за доклад. А есть ли в Кликхаусе поддержка UDEF? Нет, в Кликхаусе пока такой поддержки нет. Леша, будет? Скажи мне. Всем добрый вечер. Я пока еще сам полностью не уверен, будет это или не будет. Так что пока ответ, наверное, что сначала нет. Но надо что-нибудь придумать. С тем, чтобы сделать полноценные UDEF, конечно, есть много всяких сложностей. Одна из сложностей в том, что нам хотелось бы иметь возможность самим постоянно ломать внутренний интерфейс их работы. И, конечно же, было бы не очень удобно, если вы напишите UDEF, все нормально, а мы их будем каждый релиз ломать, вам придется их переписывать. А интерфейс, честно говоря, довольно громоздкий в связи с тем, что Кликхаус обрабатывает данные векторно. То есть там нету просто функции, которая берет x и y и складывает. Там нечто более сложное, более продвинутое. Кто из вас читал исходники, тот, наверное, видел. Так что сейчас решение такое. Если вам нужно сделать свою функцию, вы просто дописываете ее в Кликхаус. И если эта функция достаточно полезная, давайте ее нам. И мы ее примем прямо в наш код и будем сами ее поддерживать. Спасибо. Есть еще вопросы в зале? Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что если вы в описании модели кодбуста, вот в этой в xml укажете, что вы хотите делать вычисления на GPU, а дальше вы будете брать данные из самого Кликхауса, я имею в виду из таблиц, то весь машин-ленинг будет проходить именно на GPU. Ну да, весь машин-ленинг переходит через кодбуст на самом деле. Но правда, применение на GPU мы еще не поддержали. Но, наверное, добавим, если оно будет. Вот насколько я помню, если Анна и Вероника здесь присутствуют, то пусть меня поправят, что на GPU реализована именно самая тяжелая часть, это обучение модели, которое занимает максимум времени. Насчет применения я не уверен. Добрый день. Такой вопрос уже наболевший, на самом деле, от метапа к метапу идет. То есть на слайдах все это выглядит здорово, но от метапа к метапу постоянно задаются одним и тем же вопросом. Где-то есть информация для холодного старта с готовыми датасетами, чтобы все это запустить, посмотреть своими глазами, а потом уже ковырять с тем, с чем мы работаем в реальности. То есть холодный старт прям вот больным вопросом стоит уже, наверное, год. Я думаю, что-нибудь добавим. Холодный старт для применения кодбуста. Взять. Да, взять какие-нибудь данные, обучить, поставить в кликхаус сегодня. Если вы записаны на туториал, то для вас будет этот самый холодный старт. А вы записаны? Ну, не беспокойтесь, мы так же добавим пример. В принципе, есть уже подробный туториал, готовый, и мы можем его выложить. Выложим? Выложим, конечно. Спасибо. Хорошо, спасибо. Еще есть вопросы? Еще один вопрос. Здравствуйте. Спасибо за рассказ. А не подскажете, а вот что мне делать, если я вот там аналитик, и мне data-инженер сложил там кучу данных в кликхаус, я там строю какие-то классные отчеты, там запросики пишу, и у меня все хорошо. Но вот я тут решил там упороться по data science, и такой думаю, дай-ка я обучу катбуст. И прихожу к data-инженеру, говорю, вот данные у меня все лежат в кликхаусе, и вот есть катбуст, и он сейчас на кликхаусе обучаться пока не может, да? Вот что мне делать-то тогда вообще? То есть как мне обучать катбуст, если у меня все данные уже заложены в кликхаус? Мне их нужно выгрузить куда-то, что ли, получается? Да, в данный момент нужно выгружать, к сожалению. Ну, в смысле, я их буду выгружать там в ТСВ, куда-нибудь по GDBC тянуть, а как кликхаус к этому отнесется? Ну, то есть если я из него буду там миллиарды строк вычитывать по GDBC, это норм как бы? Ну, это можно сделать, конечно же, но да, я понимаю вопрос, при том, будет ли дописано обучение непосредственно в кликхаус? Нет, в смысле, я имею в виду вообще такой сценарий, он имеет право на жизнь или мне как-то по-другому? Ну, то есть, получается, что данные, которые я храню в кликхаусе, они для того, чтобы делать аналитику какую-то именно там запросики, писать SQL-ки. А если я хочу делать машинное обучение, то типа, ну, пока на кликхаус лучше не рассчитывать. Не, ну что это? Вы можете выгружать данные? Почему бы нет? Кажется, это имеет право на жизнь. Это полностью нормальный сценарий для выгрузки данных. Если вы попросите кликхаус выгрузить данные, то он будет стараться это делать настолько эффективно, насколько это возможно. Ну, естественно, данные придется тянуть по сети. Хотя локально тоже можете их сложить, все нормально будет. Естественно, данные придется сериализовывать там в CSV. Но эта сериализация в кликхаусе реализована максимально оптимальным образом, чтобы она не тормозила, если не брать во внимание то, что она в принципе не может работать идеально быстро. Да, да нет, я понимаю. То есть вы сказали, тестовый, на самом деле, данные для обучения, то есть мне нужно все-таки будет выгрузить куда-нибудь. Да, все-таки придется выгрузить. На всякий случай скажу, что если уж выгружать откуда-то данные, то лучше из кликхауса. Хорошо, спасибо. Я этим займусь. Если вопросов больше нет. Больше нет вопросов? Хорошо, спасибо. Давайте еще раз поаплодируем Коле и Алексею. Спасибо. 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 Спасибо.